Планета Дзюдо Направление, оно не новое, уже достаточно зарекомендовавшее Направление, имеющее название SPAS, аббревиатура Ну, а дальше немножко, так сказать, историю самого названия Аббревиатура, что это, как это А потом дальше мы пойдем по теме, которая уже давно на видеоканале Планета Дзюдо используется Так сказать, продвигается, это здоровье сберегающей технологии На основе различных боевых искусств Константин, здравствуй Приветствую, всех приветствую SPAS Значит, аббревиатура, да Мы не относимся ни к яблочный SPAS, медовый SPAS и так далее Значит, это специальная прикладная армейская система Исконна была, потому что, когда, будем говорить, мы организовали комплексную подготовку Сейчас коротко объясню, почему Я еще служил, то есть я сейчас на данное время офицер запаса А уже позже, когда мы, так называемое, перешли на определенный уровень понимания и грамотности Когда я уже начал получать второе высшее образование физкультурно-спортивное Вот, как говорится, тренерское Уже мы назвали способным противостоять агрессивной среде Ну, в общем, SPAS, он остался SPAS Вот аббревиатура Комплексная подготовка, что это означает? Ну, это означает, самое главное, это решение вопросов самообороны и личной безопасности всеми способами Ну, так как личная безопасность, конкретно самооборона, она может быть психологической, физической и правовой, да То нам приходится касаться всего Это не только формат, там, рукопашный бой, ножевой бой Хотя мы заходили, ну, то есть начинали развиваться с этого А развиваемся мы уже 23 года, да, то есть именно вот с этого момента То, само собой, пошли в глубину И это, ну, весь аспект, опять же, связанный с целевой задачей Повышение, в первую очередь, безопасности человека, да, то есть, как бы А так как безопасность невозможна без его физической составляющей То есть, физическая составляющая, техническая, тактическая И, если уже глобально, то, как бы, вот так вот, на понятном языке, да, то есть, присутствует спортивная прикладная подготовка Она условно ноу-хау, потому что у нас есть два полярных мнения, то есть, есть спорт, а есть условно, вот там, типа, говорят, мы там, боевые прикладные, это все ерунда На самом деле, все мы, кто занимаемся в зале, кто работаем в силовом формате, там, в контакте, так далее, все мы работаем в спортивной составляющей Вот, но глобальная цель, это все-таки у нас условно прикладная Исходя из этого, вот мы уже сколько-сколько лет занимаемся, там, города, страны, у нас, там, у нас представительства, да, достаточно много, и сутров много Мы и в спорте, у нас, мы формируем определенный, будем говорить, наш путь, потому что в разных городах есть, вот, например, представительство У нас в Валуйках, там, большая школа самбо, боевого самбо, старший инструктор, вот, у него старшая группа, там, ММА Вот, есть в Кольчуге на нашей, там же, шеф-инструктор, наш инструктор, старший инструктор, у них детки бокс, вот И потом все вырастает в ту самую комплексную, в Спас, потому что Спас, он уже решает более глобальные вещи, вот, и, но основывается все равно на спортивной составляющей Потому что, ну, спорт, мы же все, мы из него, условно, грубо говоря, формируем базу Хорошо, значит, на чем, у меня такой вопрос, первый, на чем базируется, все на чем-то базируется, да? Какие основные направления, которые помогли создать Спас? Ну, начнем так, значит... Из единоборств, там, или... Ну, я скажу, да, базируется, конечно же, условно, хотя уже мы, так как мы уже были 20 лет, да, если такой, я его не люблю Но, общий такой, в обиходе, говорит, а движок, да, какой-нибудь, ну, да, да Вот, не люблю, почему, потому что, на самом деле, немножко тут двигательная, с двигательной активностью, это специфика Конечно же, во главу угла, это конкретно рукопашный бой, бокс, наверное, во главу угла Вот, но, опять же, не зачистую монету, потому что мы не ударный стиль То есть, как бы, у нас и борьба, и противодействие борьбе, то есть, у нас, наверное, больше всего, конечно, противодействие борьбе То есть, это обосновано тоже сугубо практической составляющей Если мы понимаем, да, если мы в борьбу упали в партер, на землю, то мы теряем контроль над обстановкой Все, с учетом того, что я взрослый человек, и я понимаю, что у меня один противник, это навряд ли То есть, ну, потому что от одного я всегда убегу, вот, то есть, как бы, ну, могу То есть, скорее всего, это будет группа, а если группа, то падение на землю, это очень нежелательно То есть, единоборства, условно, один на один, там, в каком-то поединке не будет А это означает, что я должен сделать все, чтобы минимизировать падение Но если я упал, то, там, быстрая доработка, быстрая, и так далее То есть, присутствует определенный арсенал, значит, он имеет место быть, да, вот, борьбы Поэтому, основывается, наверное, на боксе, на рукопашном бою Но есть, там, такая техника наша Она была видоизменена, вот, есть в боксе, есть двойная локтевая Это пассивная, статическая, такая, техника защиты А вот я долгое время, там, еще когда был очень молод Я три года ее адаптировал под решение рукопашных задач А напомню, что в то время, у нас, это сейчас там люди смотрят Видят отдельно удары Видят удары, переходящиеся в борьбу, и так далее Причем удары уже такие, сейчас, особенно в ДТММА Уже не классические, но такие все А раньше у нас был отдельно бокс, отдельно самбо Самбо с ударами бокса Одеваем курточки боевой самбо Ну, все, кто уже, будем говорить, моего возраста и постарше Они помнят, как это называлось То есть, они назывались, что одели курточки самбо, да Одели это и, ну, бокс, там пошли, собисты пошли на бокс Постучались, и у них получилось так Но, мы же понимаем, что бокс и, условно, самбо А переход, вот, например, с дальней дистанции Там, на среднюю, на ближнюю Ударной составляющей, технический элемент, и так далее, их нет И вот мы в свое время так же То есть, среди моих товарищей были хорошие борцы Который говорит, так, надо как-то учиться работать на всех дистанциях Надо учиться работать против вооруженных противников А мы, ну, как бы, уже доказали давно Я лично доказал, так как один из, наверное, я тоже сильнейших специалистов в рамках ножевых боя России Потому что мы вместе с коллегами его создавали Начинали создавать, вот он имеет место быть Вот, я не верю в защиту от нападения с ножом Если ты не являешься специалистом в этом деле И чем я выше уровень по пользованию ножом Тем у меня выше уровень защиты от ножа И когда люди, ну, конкретно, допустим, у нас в рамках России Сам приемы против ножа Моей соседности говорю, что мальчики и девочки, которые там занимаются у нас Они любых мастеров самбо, которые с ножом не занимаются Они просто в учебном бою полностью, короче, их, короче, полностью им докажут, что они несостоятельны Это было уже сделано много лет назад Еще лет 15 назад, даже больше То есть это было прям Очень люди известные, всем им привет, конечно Они это все прошли на себя и все это поняли И вот эти все, мы понимали, что вот этого не хватает И мы начали формировать комплексную подготовку И шла, 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 шла комплексная подготовка Потом мы поняли, что в реальных условиях, там, условно, на лестнице Снег, лед, ограниченное пространство, коридор Там, больше одного противника, двух, да, там, наличие спутника, там, и так далее Оказывается, техническая составляющая просто недоборств Она или не работает, или слабо работает То есть ее нужно шлифовать И вот мы это все объединили И вот после этого, как бы, преподавание шло Потом учебная, значит, научная работа Учебная, потом работа, после этой научной работы Фактология, доказательства, работа, работа И вот, ну, хоп, 23, вот Кстати, такой вопрос Способность противостоять агрессивной среде Для вас среда агрессивна? Вообще, вот само понятие агрессивной среды Сейчас я объясню Я сейчас не говорю То есть, понятно, что человек, оказавшийся, вдруг упавший В кипящую воду Он, как бы, оказался там Понятно, что для него среда это агрессивно То есть, она начинает создавать некие болевые ощущения для него Но не каждый человек Вообще Ну, падает Сам падает в кипящую воду Да? И вообще, само понятие агрессивность То есть, неужели Вокруг так много агрессии, что Именно человек должен Вот Сейчас объясню Противостоять Это, смотрите Это Или я что-то не так понимаю Что такое вообще агрессивная среда Да, да, да Я сейчас объясню, что такое агрессивная среда Значит, агрессивная среда Вообще Мы рождаемся с вами Как только мы рождаемся Мы рождаемся уже в агрессивной среде Объясняем просто Бактерии Микробы Физические, будем говорить, явления, которыми мы не управляем Ну, землетрясения, цунами и так далее Это мы сейчас берем в природном формате Дальше Мы не управляем действиями других людей Которые могут управлять автомобилем Могут просто идти Могут управлять государствами Ну, и так далее Условно, мы находимся с вами в агрессивной среде априори так И хотим мы этого Не хотим От глобального до мелочи Ну, это так Вот мы сейчас выходим За калитку Ну, сейчас вот, да То есть из дома Сейчас лед, зима Вот Мы уже в агрессивной среде Почему? Значит, скользко Мы можем поскользнуться Стукнуться и так далее Факт Факт Потому что Это же временное явление Когда вот наледь образовалась Потом не будет наледи Будет нормально, все хорошо И так далее Вот мы Ну, находимся Будем говорить В таком положении Плюс Добавим сюда техногенный формат И добавим Социальный Чем больше людей Тем больше опасности Почему? От микробов начинаем Да, как бы Почему там в масках Мы там все ходили Условно Вот До другого момента Что В средние века Мы все отлично помним Что Появляется фигура Человека Все напрягаются Там За мячи хватаются Ну, то есть Да, там Такие Почему? Потому что считалось Считалось, что человек Является Наивысшей опасностью И что от него ожидать Ну, неизвестно А сейчас мы все скучены Просто скучены И все же время Когда мы скучены Мы все индивидуалисты Мы не стадо Мы каждый Можем, условно Грубо говоря Идти влево Вправо Прямо Назад Остановиться И уже Можем Создавать Проблемы Для других людей Постой пример Считается ли Опасностью Сейчас Едущий Дядя На Электросамокате Для ребенка Которого Держит мама За руку Ведет Опасно же Если он На него попадет Там Условно Вес Там Под 100 кг А там Маленький ребенок 4 кг Да Если он На него Наедет Случайно Супроцентная Травма Может быть И летальный Исход То есть Опасность Опасность И чем больше Вот этого всего Техногенного Чем больше Скучности Опасность велика Поэтому мы С вами Находимся В агрессивной Среде И это не значит Что мы должны Там С автоматом С этого Нет Или там Напряжение В каком-то Нет Мы просто Принимаем Что существует Вероятная Опасность И уменьшаем Ее А вот Каким путем Ее уменьшаем Вот это и есть Тот самый Ну назовем так Секрет Тот смысл Ради как Кто-то Это видит Вот там Я хожу И каждый Вот у меня враг Нет Это Это как бы Идиотизм Это Ну назовем так Это однобокость Нет В то же время Нельзя считать Что Все в гармонии Все хорошо Потому что Это не так Это была бы ложь И В первую очередь Нужно сформировать Вот я Ну это термин Мой Я его уже С 2005 года С 2006 года Наверное Как бы пытаюсь Значит Как-то притянуть за уши Это формирование Безопасного умышления То есть вы будете гармоничны И будем говорить Стабильны Во всех компонентах Если у вас будет безопасное мышление А безопасное мышление Оно Заставляет вырабатывать организм Только те действия Которые будут ему Необходимы Для сохранения Безопасности Не упасть Не обидеться на дурака Который там Какое-то слово Да Я понял Кстати Сейчас вот пока не убежали О безопасности Есть такой предмет в школе Организация безопасности Жизнедеятельности Оба же Мне кажется Что-то вот Вы сейчас То, о чем говорили Это что-то вот такое Похоже То есть Вы Система спас Она вот Может быть Это ОБЖ Но не в школьной среде А вот уже более Как бы Следующий этап Нет Что-то можно Такую параллель Можно Можно Я скажу даже больше Что Много лет уже назад То есть Краткий такой Мини Две минуты Экскурс Я выходил И на Значит Минобро образование И даже Общался На тот момент Замминистра И Потому что Мною написано было Концепция личной безопасности Вот Которая По сути дела Это не просто ОБЖ Это ОБЖ туда входит В эту общую концепцию Я говорю Давайте возьмите Давайте чтобы Образование Бесплатно берите И так далее Я достаточно На большой Уровень дошел Вот Но мне сказали честно Говорят Ну нет денег Потому что Это все нужно Опробировать Потом Я долгое время Общался с депутатами Думы И я был Организатором В общественной Палате Российской Федерации В 2017 году Круглого стола По тематике Личной безопасности В России В этом же Но Я все понял Что Это все бесполезно Вот Так как Ну Бим говорит так Нет дела Для этого Там есть Субъективные И объективные Причины Чтобы Вот это Не замечать Ну Вот так Значит И поэтому Я сосредоторился По сути дела На все возможности Которые могу сделать Я Вот до кого Я могу дотянуться Ученики Институционный состав Люди Кто уже Осознал Понимает Вот я им Эту информацию Хотя я веду Тренировки Достаточно жесткие Про капашную Бою Но Я объясняю Значит Что Это является Комплекс И вот Вот через это Я провожу Потому что Ну давайте так Заставить человека Следить за собственным Здоровьем Или за собой Да И пока он Не осознал Ну невозможно То есть его Силком Это не заставишь Он должен до этого Дойти А вот через что Он должен пройти Каким образом Это уже другой Аспект Поэтому да Скорее всего Это образовательная система Я ее называю Уже года 4 Как это Образовательная система Потому что На самом деле Простые люди Ну Назовем так Обычные люди Взрослые даже Хорошего уровня Бойцы Там Состоявшиеся Во всех планах Зачастую Они Настолько уязвимы Настолько они попадают В шаблонное Будем говорить Такое вот Восприятие Что Для них Шоком Оказывается Когда Ну они касаются От определенных аспектов Потому что Они смотрят Вот так А когда касаются Они не знают Как Решение Те или иные Принимать Почему Потому что Просто не рассматривают Свою безопасность Со всех сторон Она будет Психологической Физической Правовой Мы живем В законном Будем говорить Формате То есть У нас законы И так далее А люди Всегда Молодежь Я там Давно Я занимаюсь Чтобы Меня не побили А человек Который уже Постарше Говорит Ой-ой-ой Мне не хочется Чтобы меня побили Я боюсь Чтобы меня побили А еще Я понимаю Что еще есть Правовой аспект Любое взаимодействие Это правовой аспект И то есть Мы получается Психологически Можем Получить Травму Ну испугались Физически Можем А если еще Мы там Приложили Какие-то свои навыки Мы 100% Переходим в правовой Правовой оказывается Еще сложнее Мы там вообще Ничего не знаем Мы не знаем Как себя вести Мы не знаем Как оно Протекает И оно тоже Бьет опять Психологически И вот он Круг замкнулся И мы Везде Как говорится В минусе Везде в стрессе И потом Приобретаем Какой-нибудь Зачастую Отлицательный опыт Или не очень Положительный И начинаем Понимать Что оказывается Все что мы Занимались Нное количество лет Совсем не то Что мы хотели Мы хотели Ну цели ставили Чтобы Обезопасить себя Оказывается Что мы С помощью этого инструмента Не обезопасили себя И вот тут Вот эти вот Не стыковки Не стыковки Которые влияют На здоровье На все На психологическое состояние Которое является Частью нашего Будем говорить Счастья Внутреннего Взаимопоношения С окружающим миром С близкими людьми И вот это Вдруг оказывается Главным Что у людей Начинаются Вот эти вот Противоречия И вот по сути дела Чем я занимаюсь Я даю Сначала создаю Поле опыта У нас есть Такой тоже термин Мы создаем Поле опыта В рамках Тренировочного Аспекта Выезжая на сборы В реальных условиях Люди В первую очередь Знакомятся С собой настоящими А что ли я могу А могу ли я Там вот это А могу ли я Преодолеть вот это А могу ли я Сделать это Далее мы выдаем Определенный Объем информации Который нужен Людям для сохранения Безопасности А далее Путем Вот если они Начинают Путем проб и ошибок Они начинают Подходить К таким вопросам Которые я уже сейчас Озвучил И как только Они уже готовы Мы начинаем То есть Например Как это я Я начинаю выдавать Уже больше Больше Я скажу так За последние 4 года Количество людей Увеличилось Вообще Даже До этого Представьте В 2005 году Я написал Условную концепцию А начал ее реализовывать Только Условно Грубо говоря 4-5 лет назад Она пролежала Вот столько Время Потому что Люди Они думали Что это Естественный Процесс Который Ну как Я держу И вот У меня безопасность Так вот Она приходит А потом уже понимают Они начали понимать Что это не так Они начали Ввиду общего Будем говорить Положения Общемирового Даже назову Они начинают Осознание 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 И тут Хоп А решений нет А решений нет А нужно А тут же еще Другой момент Мужчины Это защитник семьи Ему нужно Обеспечить Объяснить И обеспечить Эту же безопасность Семье Научить детей Хотя бы А как научить И вот Начинают Искать Вот эти вот Все моменты Хорошо Константин Очень интересно Понять Ну По крайней мере Мне Возрастные Как бы Рамки Вот Какую Допустим По твоему опыту Какой возраст Приходит Или Какой возраст Уже не приходит Ну Как раз У нас Тут Ничего нет Такого Нового Я Саму Это Как раз Условно Чисто Спортивный Формат Это Детки До 11 класса Включительно И так далее А дальше Например У нас Мы с 15 лет Начинаем Потихоньку Знакомить С комплексной Составляющей До этого Я лично Считаю Сам Что это Должно Быть со Спортивной Составляющей Потому что Это Формирование Характера Формирование Всех Игровых Параметров Формирования Академических Техник Ну Рановато Детям Давать Некоторые Вещи Достаточно Жесткого Характера Который У нас В жизни Не Есть Вот Поэтому У нас Например От Условно 15 До 65 И так Далее У меня Средний Возраст Я Обычно 35 Лет А Социальный Статус У Люди Не Имеет Значения На Сам Так Назовем Социальный Статус У меня Было Время Когда Смешно У меня Было Например Одно Количество Групп Одна Группа Стояла Почти Из Одних Айтишников Это Люди Которые Ну Вообще Офисные Но Я Вам Скажу Даже Больше У Нас Есть Достаточно Институтовского Состава Которые Из Этой Среды Вышли И Стали Ого На самом деле Социальный Статус Абсолютно Настолько Разный От Людей С Очень Хорошими Деньгами Успешных До Людей Служащих Государевых Бюджетников Абсолютно Нет Ограничений Вопрос В том Что мы Не со Статусом Человеком Работаем Зачастую Бывает Спортсмен Который Очень Хорошего Уровня И Он Натыкается Не На Проблему Технической Тактической Составляющей Он Натыкается На Проблему Психофизической То есть Он Психологически Не готов Принять Что То Что Он Потратил Огроменное Количество Времени Ему Почти И Не Нужно Ну Не Для Физического Какого Да Но Именно В том Объеме Оно Ему Не Нужно И Он Понял Это Ему Очень Тяжело Это Принять Особенно Если Он Достиг Какого Уровня А Вот Через Это Принятие Идет Дальнейшее Движение Ну Агрессивная Среда Ты уже Об этом Говорил Там Она Может быть Разно С разных Сторонов Приходить Или Природные Явления Социальные Явления Политические Такие Сякие Разные Ну Разные Одна Из них Это Социум Да Значит Отслеживаешь Ли ты В процессе Занятий Людей Из Агрессивного Социальной Среды Которые Приходят К вам Для того Чтобы Научиться Чему-то Чтобы Потом Использовать Опять-таки В своей Агрессивной Среде Для Агрессии В сторону Других Социально Неагрессивных Людей Очень Такой Частый Вопрос Но он Был Наверное Лет Как раз 10-15 Назад Задавали Ну Потому Что У нас Подход Методика Опять же Наша Опять же Мы Называем Методика Форсированного Обучения Она Шиворот На Выворот Сделана Со Спортом Не Коррелируется Это я Как Дипломированный Специалист Могу сказать А вытащил Я эту Методику Из Армии Потому Что Нужно Было За Коткий Срок Людей Готовить В первую Очередь К Выполнению Тех Или Нех Задач В рамках Нашей Тренировочной Деятельности К самообороне Поэтому У меня нет Времени Пять лет Выдавать Все технические Составляющие Завтра Уже Могу Голову Бить Он Должен Защищаться И Сохранять Своё здоровье Желательно Исходя Из этого Конечно Все задавали Вопрос А как Почему А как А вдруг Психи Придут Все Очень Просто На самом Деле Процесс Начального Обучения Он Жесткий Я буду Говорить Как он Есть В чем Он Жесткий Во-первых Мы Делаем Все Физически Плотно Достаточно Раз Второе Мы Вырабатываем Определенные Реакции Это Два Третий Мы Даем Простые Элементарные Зачастую Дурацкие Элементарные Вещи Даем А не Какие-то Смертоносные Приемы Как Люди Мне кажется И Когда Люди Начинают Агрессивные В таком Формате Работать То Это Не я Придумал Это Уже Психология Люди Неудовешенные Или Подверженные Изменению Состояния Сознания Они Не могут Долго В Такой Ну Продолжительное Время В такой Обстановке Находиться Это Первый Момент Второй В Обстановке Как Нагрузка Физическая Так И Так И Допустим Упражнения Которые Не Не Агрессивные На Первый Зак Тут Вопрос В том Что Немножко По-другому Словно Даже Не Агрессивно У нас Куча Упражнений Не Агрессивные Они Называются Динамичные У нас Есть Такое Понятие Называется Куража Что Не В том Литературном Виде Как Часто Используют А Имеется Ввиду Что Постоянно Ты Постоянно В двигательной Активности Бессознательные Это Специфика Наш Подхода Почему Потому что Сначала Бессознательные Мы Не будем Объяснять Человеку Когда Он Еще Не Приобрел Опыт Вот Он Сейчас Приобретет Опыт Потом Мы Подходим И говорим Вот Помнишь Ты Это Делал Вот У тебя Это Получилось Ага Он Такой Оп Вот Здесь Мы Начинаем Словно Змор Тогда Начинаем Объяснять Это Отличие Классического По-другому Подходим А потом Даем Вот Люди Например Которые Вот Такие Деятельные Агрессивные Им Хочется Что-то Уже Приемов И так Далее Они Во-первых Не Могут Это Раз Долго Выдерживать Второе У нас Обстановка Внутри Клуба Такая Что Такие Люди Просто Не Могут Там Находиться Ну Потому что У нас Институторский Состав Немножко Другой То есть У нас Если Так Простым Искон Сказать Что Есть Люди Которые Допустим Кто В полный Контакт Работает Они На эмоциях На Агрессии Работают У нас Уже Исконно Мы Работаем На Веселье То есть Мы Достигаем Того же Но За счет Веселья Есть Такое Теремие Бравады Веселье Многие Называют Это Такая Веселая Злость Нет Это Именно Веселье Потому что Агрессия Она Сжигает Нашу Энергию Энергетическую Составляющую В прямом смысле Слово Она Забирает Силы Ты можешь Условно 30 секунд Приложить Силу А потом Тебе Нужно Раз У тебя нет сил Тебе нужно Восстанавливаться А на веселье Ты можешь Делать В два раза Больше Достигая Почти Этих же Компонентов По силе По скорости И так далее Но Это Не сжигает Тебя И Обстановка Такая Что У нас Уже Сформирован Столько Годами Сформирован Такой Подход Что Приходили Агрессивные Люди Они Не выживают Плюс Много Опытных Бойцов Которые Работают В системе Хочешь Получи Называется То есть Это Нормальных Таких Нормальных Бойцовских Коллективах Где Если Человек Начинает Кого-то Более Слабого Прессовать Да То Сильный Боец Этого Прессовщика Ставит На место То есть Он Прилипит И так далее А потом Скажет Ну Ты же И он Все Понимает То есть Это Тоже Инструмент Так называемый Внутренний Ну А Самый Главный Другой Момент Все Люди Агрессивного Характера Хотят Здесь Сейчас Уже Завтра Обладать Приемами Навыками Инструментами Которые Они Готовы Получить То есть И Использовать Никто Из них Не готов Пройти Определенный Путь И встретиться С собой Настоящим Потому что Все Без исключения Имеют Внутри Как мы Назовем Маленького Гномика Хныщущего Все Только Есть Кто Этого Гномика Условно Берут Под контроль И управляют Им То есть Они Принимают Что это Есть Потом Они Условно Его воспитывают Берут под контроль И Уже Начинают Условно Более Быть Полными Хозяевами Своего Тела А Вот Такие Люди Которые Агрессивные У них Вот Этот Гномик Является Главным Вот Это Агрессивно И Они Не Могут Когда Начинают Со Своими Минусами Встречаться А Это Достаточно Быстро Происходит Потому Что У Нас Нет Весовых Категорий У Нас Нет Возрастных Категорий У нас Нет Понятия Ты Молодой Или Старый То есть Идет Постоянная Смерть У нас Есть Понятие Мужчина Или Женщина Вот Я скажу Тоже Такой Сейчас Момент У меня Когда Люди Переходят Заходят Зал Они Перестают Быть Мужчинами Женщинами Они Обучаемые Как Так А Я говорю Ну Вот Так Вот И Поэтому Девчонки Которые У нас Есть Я говорю Смотрите Вы Если Ваш Основной Источник Агрессии Ну Который Будет Там Мужчина У вас То есть Условно Из Ста Процентов Там Условно В девяти Девяти Случах Это Будет Мужской Организм То есть А вы Хотите Находиться Внутри Женского Коллектива Может Быть Вам Не надо Этим Заниматься Я говорю Есть Фитнес Есть Боевой Фитнес Ну Где На основе Техники Это Классно Я Это Поддержу Просто Зачем Вам Тратить Время То есть Если Мысленно Вот так И поэтому Кто Из Девчонок Понимает У нас Такие Есть Из Мирных Профессий Там Такие Девчули А Которые Ого Они И Уже Сейчас Пока Не Убежали Далеко Такая Мысль Зачастую Ну В свое Время Когда Я Преподавал Дзюдо Ко Мне приходили Родители Там Приводили Детей Там Или Сэмпли Ну Я Задавал Там Вопрос Зачем Привели Мне Говорили Там Чтоб Защищать И так Далее Ну Я Сразу Задал Вопрос А что Нападают А что Есть Это Или Вопрос Вопрос Кто Приходит Те Которые Уже Подвергались Агрессии Или Которые Не Подвергались Но Думают Что Возможно Они Подвергнутся Агрессии Ну Опять Агрессии Как Мы В том Аспекте Который Ты Уже Сказал Это Внешне Природная Среда И так Дальше Мы Понимаем Кто-то Уже Подскользнулся Один раз Руку сломал Личный опыт Кто-то Уже Получил Личный опыт Или Кто Еще Не Получал Личный Опыт Но Думают Что Возможно Такое Произойдет Большая Часть Таких Приходит На самом Деле Три Категории Одна Категория Будет Очень Интересна Первая Категория Это Те Самые Люди Которые Сами Приобрели Отрицательный Опыт Или Их Близкие Приобрели Отрицательный Опыт Они Поняли Что Мне Впринципе Что-то Нужно Это Первое Второе Это Люди Которые Сами Путем Интереса К Безопасности Начинают Понимать Что Меняется Обстановка И Слишком Много Случается Здесь 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 С ними Ничего Не случилось И с Их Близкими Но Уже Знакомые Впринципе Говорят И они Начинают Понимать Что Им Нужен Какой-то Набор Навыков Умений Ну Инструмент Любым Инструментом Тоже Нужно Учиться Пользоваться Им Нужно Это Как Что Приобрести И они Условно Думают Дай-ка Я Пойду Лишним Бывает Это Вторая Категория Значит Еще Третья Категория Это Люди Которые Нет Не Переходят За Вопросами Именно Прикладного Какого-то Механического Технического Аспекта Нет Они Пришли Решить Свои Психофизические Проблемы Значит Эти психофизические Проблемы Делится На Тоже Еще Такая Вилка Первое Просто Их Они Так Устают На Своей Работе Может Они Очень Любимые Может Она Просто Тяжелая И Они Туда Приходят Где Они Просто Сбрасывают Напряжение Не Путем Драки А Путем Того Что Они Физически Вкладываются А так Как Это Еще Они Понимают Они Рациональны Они Понимают Что Это Еще Несет И Определенный Плюс В Формате Опять же Безопасности Самообороны Это Еще Один Момент А Еще Другой Момент Люди Приходят Которые Понимают Что Они Трусливы У них Гномик Управляет Ими Чаще И Они Понимают Что Не Фильмы Не Ролики По Ютубе Не Условно Грубо говоря Какие-то Практики Не Просто То Что Купят Какой-то Инструмент Им Нужно Даже Не Техники Чисто Пойти Что-то Бить Им Нужно В первую Очередь Порешать Вопрос Именно Психический И Такие Люди Тоже Приходят И Я С Такими И Работаю И Работал И Многие Если Они Говорят Как правило Это уже Люди Не Молодые И Я Говорю Ты Зачем Пришел Вот За Эти И Говорю Так То Так То И Через Встречу С Собой Настоящим Через Преодоление Они Преобразуются Потому Что На самом Деле У них Не Цель Была Научиться Драться У Цель Важно Неважно И Таких Тоже Попытает У меня Например Всегда Есть Два Человека Допустим В группе Которые Именно Такие Они Не Занимаются Техникой Как Таковой Они Через Технику Меняют Себя И Вот Как Правило Так 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 Происходит Константин С тобой Приятно Общаться Я Думаю Что Вообще Наше Интервью Это Не Пятаться Двадцати Тридцеминутное А здесь Наверное Может быть Даже Несколько Частей Надо Делать И Сегодня Я Впервые С тобой Увиделся Познакомил Влад Макаров Меня С тобой Вот И Наверное Я хочу Сегодняшнюю Нашу беседу Так сказать Остановить На паузу Нажать По причине Того Что Сразу В одно Видео Много Информации Тоже Ничего Можно Не понять Вообще О чем Речь Идет Это Точно Вот Это Первое Второй Момент Я Хочу Немножко Замотивировать Может быть Тех Кто Смотрит Будет Смотреть Этот Видеорепортаж Кто-то Может Задаст Вопросы Какие Которые Можно Потом Во второй Нашей Встрече Обсудить И И так Далее Вот Ну Наверное Вот Это Два Основных Момента И Третье На самом Деле Так Как Я Первый Раз С тобой Увиделся Поэтому У меня Может быть Еще Не Вопросы Которые Я бы Хотел Тебе Задать Мне Нужна Музыкальная Пауза Так Назовем Ну Мы Сейчас Пообщаемся И Может Возникнут Да Они Могут Возникнут Но Я Все Равно Запишу Себе Потом Вечером И так Далее И Опять В следующей Нашей Встрече Ну Я Думаю Что Она Состоится Рано Или Поздно Я Уверен Да И Мы Опять Продолжим Нашу Беседу Вот Ну Я Благодарю Всех Кто Смотрел Наше Интервью С Константином Ваюшиным Спасибо Спас Вот Так что Все Тайное Все Тайное И секретное От Лукавого Поэтому Любые Вопросы Работаем Открыто Все Хорошее Берегите Спасибо Всего До свидания Субтитры